Хочешь стилнес там сделать, значит ты должен на свой пик выйти, задержать и быть готовым, потом поменять. Если же ты хочешь это сделать как набор, так набор же у тебя продолжение есть, а потом вы. Рабочий процесс исполнителя бальных танцев состоит из рядовых тренировок и спортивных сборов, где дают уроки именитые тренеры. Этой зимой на сборы в школу Вероника приехал легенда танцевального спорта Славик Крикливый, пятикратный чемпион Америки и многократный призер чемпионатов мира среди профессионалов. По такому поводу в Челябинск приехали спортсмены из разных регионов страны. Нашей первой эмблемой был именно он, своей партнершей Кариной Смирнов. Они прислали много лет Америку и танцевали за эту страну. Но вот уже тогда, столько лет назад, мы проводили вместе с эмблемой их танца, их понимания, их стратегии, проводили свои чемпионаты, турниры, на что мы равнялись. Контактировать с таким человеком, как Славик Крикливый, это действительно очень сильное впечатление. Я думаю, в жизни каждого, кто здесь находится. Ты видишь этого человека, которого видел только на экране телефона, телевизора, и у меня такая дрожь идет по телу, и кажется, что вообще просто вау. Вживую услышать и увидеть такого тренера – это заряд, на самом деле, очень большой. Чувствуется его энергетика, и эта энергетика передается, поэтому здесь, можно сказать, непередаваемые ощущения, и здесь прямо наполняешься. Казалось бы, на этом занятии присутствуют те, кто уже добился успехов в танцевальном спорте. Однако мастер-класс от звезды мирового уровня – это всегда бесценные знания. Проговариваем и делаем все вместе. И бол-флет, 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 бол-флет. И раз, и два, и три. Пока танцор молодой еще недостаточно опытный и знающий, то это может создать очень много каши в голове. Потому что один педагог будет говорить, ты делай это, другой педагог говорит, ты делай это. И это в одно и то же движение тебе говорят два педагога по-разному. И, безусловно, молодой танцор не знает, что с этим делать. Поэтому в таких случаях нужно придерживаться, всегда должен быть один какой-то ведущий педагог, коуч, и должны быть какие-то гостевые педагоги, которым ты идешь с конкретной задачей. На этом мастер-классе много теории, много разговоров и объяснений. Тренер крикливый призывает к осознанному танцеванию, концентрации на музыке и обдуманным движениям. Голова в этом процессе работает больше всего, отвечая и за технику, и за эмоции. Вот научитесь, ребята, практиковаться грамотно. Чем больше раз вы повторите неправильно, тем больше шансов, что вы загоните свое мышечное сознание, свою мышечную память, ошибка. Потом выгнать ее из себя будет намного сложнее. Поэтому лучше делать очень медленно, очень скурпулезно, но сделать очень осознанно, что я делаю, я контролирую. Ага, флэп. Боу, флэп. Вообще мы проводим обычно 3-4-5 дней такие мастер-классы, потому что они связаны с тем, что это комплекс, набор для любого спортсмена занятий, которые привели бы его в хорошую форму. Если грамотно построен тренировочный процесс, и гармонично происходит работа над всем, и над техникой, и над механикой, и над ритмичностью, музыкальностью, динамикой, актерское мастерство, то в дальнейшем уже, безусловно, у каждого танцора все равно какая-то часть будет более прогрессировать, что ему ближе, что его душа чувствует лучше. Мы очень много времени уделили тому, чтобы я не зажимался. И я, ну, наверное, трудно будет поверить, но за вот эти несколько часов я начал осознавать то, что я делаю, то, чем я занимаюсь, немножко по-другому. И работать я сейчас буду немного в другом режиме, нежели раньше. Каждый раз немножко как бы, может быть, другие ощущения впитываешь, и каждый раз все равно, как бы ты там сильно не был готов, как бы ты не относился к танцевальному процессу, да, к своему развитию, ты все равно некие моменты забываешь. Сегодня многие танцевальные жанры становятся технически более сложными. В движениях все больше трюков на грани физических возможностей. И часто это бывает в ущерб музыкальности. Просто стараются создавать какие-то спортивные эффекты и качества. Танцоры проявляют свое «я» через пластику тела и реагируют на музыку. Мы от музыки получаем и настроение, и состояние, и, соответственно, я знаю, когда и как отреагировать на музыку. А не просто быстро, куда-то в пространство, непонятно зачем. Поэтому нас учили слушать музыку и ее использовать. Нас учили владеть своим телом, координировать с музыкой, координировать со своим партнером. А не просто побежать. В спортивном танце очень много акробатических, трюковых элементов. Элементов, которые в музыке показывают характеры других танцев. Допустим, не только латинамериканских, кубинских, испанских, как это было традиционно. Но и начинаются те элементы, которые сейчас очень модны популярно у молодежи. Это хип-хоп, и джаз, модерн, и все направления современные, которые есть. Для того, чтобы быть танцором, недостаточно быть просто спортсменом и физически подготовленным. Нужно быть очень творческим человеком, интеллигентным, развитым и так далее. Еще один важный параметр – взаимодействие в паре. Ведь достичь качества в партнерстве – это почти все 100% успеха в танцевальном спорте. Очень много информации именно по партнерству, и по взаимодействию, по взаимосвязи, и по личному росту. Из этой группы, из индивидуального урока. Вроде бы нам не говорят ничего сверхъестественного, но при этом открывают для себя новые возможности. Мастер-классы такого уровня для нашего региона – это действительно редкость. Вот поэтому это, я бы сказал, мировой уровень. Поэтому на такой мастер-класс следует ехать из любой точки России. Такие встречи обычно вдохновляют спортсменов на новые достижения. А чтобы выйти на новый уровень своего мастерства, все движения необходимо отработать на практике, не забывая при этом про осознанный подход к танцу.